Краевой фонд капитального ремонта определился с подрядчиками, региональным банком и агентом, который будет печатать платежки. Победителями торгов в Красноярске стали Сбербанк России и Красинформ. Напомним, долгосрочная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов должна заработать уже в ноябре. Ранее жителям края предлагали выбрать способ накопления средств на ремонт их жилья. Часть советов жителей решили самостоятельно вести эту работу, большинство же доверили свои деньги региональному оператору. Для них и откроют счета в Сбербанке. Снять с него деньги можно будет только на ремонт дома. Правда, чиновники пока еще не определились, появятся ли в квитанциях оплаты коммунальных услуг дополнительная строчка, либо каждому жителю будет приходить отдельный платежный документ. При определении способа накопления средств в обязательный фонд своего многоквартирного дома, собственники принимали решение, либо они самостоятельно будут осуществлять все, что связано с капитальным ремонтом, и будут формировать обязательный фонд капитального ремонта для своего дома на спецсчете, либо собственники приняли решение, чтобы всеми вопросами проведения работ по капитальному ремонту, начиная от начисления занимались профессионалы, специалисты и доверили это региональному оператору.